Эти кадры были сняты 10 дней назад. Тогда к многоквартирному дому по улице Клубничная наведалась большая комиссия во главе с мэром Анатолием Пахомовым. Вот наш канализационный коллектор. Нам дайте три дня, я туда подключусь. Что мешало это сделать раньше – главный вопрос проверяющих. Ведь канализацию в районе по Олимпийской программе проложили еще несколько лет назад. Тем не менее, долгое время стоки из 150 квартир стекали прямиком в Ливневку, а оттуда – в море. Нарушение комиссия устраняет за одну минуту. Дом отрезают и от канализации, и от воды. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что мы хотим вам сказать? Вот тех условий мы получили, да? А это уже свежие кадры. Жители дома отчитываются. Тех условий получили, дом к централизованной канализации подключили. Осталось привести в порядок придомовую территорию. Это тоже задача жителей многоэтажки. Мы сами очень довольны тем, что теперь мы не загрязняем нашу природу и можем спокойно сами ходить купаться на пляж. Конечно, и всех остальных жителей улицы Клубничной просто призываем к таким же действиям, как и мы. Вот эти частные дома теперь тоже подключены к канализации. И это тоже результат прошедшего здесь 10 дней назад рейда. Но все-таки таких положительных примеров в Сочи пока недостаточно. Их порядка 900 произошло подключение к централизованной системе. Очень слабая динамика. Опять же, граждане должны более активно производить подключение, то есть обращаться в водоканалы для получения технических условий, прекратить сбросы фосфекальных стоков, если такие есть, обеспечить герметичное закрытие выгребных ям, септиков, соответственно, заключить договорные отношения со специализированной организацией на вывоз жидких бытовых отходов. Так же остро, как и на Клубничной, вопрос со стоками стоит в районе Бочарова и Верещагинского ручья Голубых Далей, Соболевки и Лао. Жители этих районов нарушают природоохранное законодательство и наносят ущерб не только экологии курорта, но и здоровью его жителей и гостей. Несоответствие качества морской воды, в первую очередь по микробиологическим показателям в результате загрязнения источными водами, создает неблагополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку и создает угрозу возникновения инфекционных заболеваний, в первую очередь среди детского населения. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, каждый нарушитель будет обязательно наказан. На всех таких уже составлены административные протоколы. В случае их систематического неисполнения речь уже будет идти об уголовной ответственности. Сотрудники Роспотребнадзора каждые 10 дней берут пробы воды на городских пляжах, пока отклонения от нормы не фиксируют. Но если это случится, напоминают специалисты, то купание в таких местах будет просто запрещено. Что, конечно, не может не отразиться на имидже Сочи как города-курорта.